Привет, меня зовут Полина, и в этом влоге немножко непривычное начало, потому что я вещаю немного из будущего, так как начало у меня накрылось. В общем, я там говорила о том, что я выбираю копию, точнее даже я ее уже выбрала, и я разбиралась с тем, какой холст мне использовать, потому что на дворе была ночь, и я не могла поехать в магазин и купить холст. Это во-первых. А во-вторых, я попросту не хочу тратить на него деньги. И если вы смотрели мой прошлый влог, то вы знаете, что я сейчас разгребаю все свои долги, и вот настало время живописи. И первое, с чего я хочу начать, с копии. Я остановилась вот на этой работе. Сначала я подумала о том, что я хочу что-то попроще, так как я не хочу выпендриваться, и мне нужно чисто закрыть сессию. Но, блин, я все смотрю работы, и они мне не нравятся. Единственное, что мне нравится еще фешн, где-то здесь его работы. Вот, например, такую можно. Но преподаватель, не факт, что такое одобрит, она больше любит какие-то проработанные работы, вот наподобие такого, или вот, например, такого. Мне понравилась вот эта работа, но все-таки, блин, не совсем мое. А два сатира Рубенса, вот эта работа. Я не могу, господи, вы посмотрите, какая она обалденная, это невозможно. Но она очень сложная. Но я так подумала, что почему бы мне не выпендриться хотя бы на копии. Правда, у меня ее потом могут забрать, если я слишком сильно хорошо ее нарисую. И я думаю, значит, сам. Я устроила тут вот такой погром. Думаю, на каком формате ее рисовать. У меня есть пустой холст, гигантский причем. Он стоит вот здесь, 60 на 90 сантиметров, но он слишком вытянутый будет. И я думаю нарисовать на тюрьморте, но он не совсем подойдет, и он маловат. Но больше вариантов я не вижу. Все остальные форматы слишком вытянутые. И под работу... Хотя... Ладно, сейчас подумаю. Это слишком сложный вопрос. Знаю, яnung я немножко разбираюсь. Очень комбинат. Удивность Toed Кто отводит Кто отводит Кто отводит Кто отводит Козур Кто отводит делаем перерыв на оладушки ни разу их не пекла но очень хочется и Сейчас идем к заброненным, поедем на какой-то пункт выдачи, такой езды, он немножечко. Я, по-видимому, забыла масленку в университете, поэтому буду использовать баночки для анализов. Это единственное, что у меня сейчас есть из подходящего. Отлично, то, что нужно, а то шнурки пробят. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, какая прикольная штука получается. Так как я пишу на холсте, на котором изначально был натюрморт, сейчас это выглядит очень интересно, и мне даже жалко записывать. Мне вот уже второй человек говорит о том, что это очень круто выглядит, и можно было бы, в принципе, оставить так. Но я не выдержу второй раз начинать копию, так что буду заделывать ее. Но я надела фотографии, запечатлеть этот момент хотелось бы, конечно. Но выглядит реально красиво. Бо, боже мой, приветствую вас на ежегодном вечере писателей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Придется выбросить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, есть. В нашем поселке у всех должна быть лестница. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нельзя ли нам ее продолжать? Иногда странным образом связан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Слава богу, не прошло и полугода. Я писала эту копию три дня. Сказали, что я устала ничего не сказать. Но получилось, блин, прикольно. Правда, преподаватель мне написала, что выбор сюжета очень специфический вообще-то. Ну, в общем, я искренне надеюсь, вот прям от души, что ее не заберут в фонд, иначе я буду плакать. Самая пи***ая работа вышла. Если ее заберут в фонд, я реально не переживу. Но мне кажется, ее могут не забрать просто тупо из-за сюжета, хотя его одобрили. Но получилось классно, мне нравится. И сейчас я хочу сесть, дописывать свою постановку, потому что по сравнению с копией, она, конечно, выглядит вообще ни о чем. Как будто два разных человека писали. Надо бы, наверное, ее довести до ума. Я, правда, хотела сессию сдавать на тройке, но я не могу ее доставить в таком состоянии, блин. У меня из-за этой работы закончился почти весь скипидарчик. Там осталось буквально вот чуть-чуть на дне. Я им кисточки промываю. Даже, возможно, это будет видно на ролике. Грустно. Мне еще как бы еще одну работу рисовать, писать. Пишу я на тройнике. Но его еще предостаточно. Но вот разбавителям, конечно, удобнее гораздо кисточки мыть. Мыть их каждый раз мылом я не выдержу. Грустно. А сейчас, кстати, уже 10 вечера, поэтому 11 или 12 уже почти. Как бы в магазин не съездишь, конечно. Я на фоне. В общем, этот влог, видимо, будет посвящен живописи. Прошлый был посвящен чисто рисунку, а этот будет, видимо, посвящен чисто живописи. Мы сейчас, как вы могли понять, на живописи. И я выдумываю завтра не идти на пары. Ну, точнее, не то, что не идти. Мне надо сделать презентацию. Я думаю ее не делать. А сделать уже через неделю. И сегодня вечером я, скорее всего, опять буду писать живописи. Останусь подольше. И вообще, я тоже буду писать живописи. Я неплохо. Полина, вы способный человек. У нас есть навыки и ощущение формы и объема. И во всех отношениях вы можете все делать. Немножко суховато, а так по композиции хорошо. И пониже подиум. А так все село в формате. То есть и тряпки все разумно. Так нормально. И фигура не мелкая, не крупная. Хорошо. И черные тряпочки. Я не довольна так неплохо. Голову пониже. И вот эта вот плоскость слишком раскрыта. Вот Саша сейчас с этим будет бороться. Мне все равно не понравится. Я считаю, смысл напрягаться. Как форма сырек. Я не уговорю. Карандаши по 35 рублей. Я все еще в шоке. Приятно. О, а ты все снимаешь? Угу. Конечно, в счете можно. Всякое часто, видите, снимаешь? Здесь. Здесь почти нет. Потому что я в густы почти не хожу. А то можно было бы снять правдивый ролик про наш выпуск. Мне часто пишут, типа, хочу поступить туда-сюда. Когда хочется шутить, то типа, не завершайте этого. Просто посмотрите ролик про нашу кафедр, который снимал нашу кафедр. И тогда он еще станет ясно. Нет, нет, нет. Те работы, которые мне не нравятся, не делать. Они что-то мне подсказывают в тунец. Хорошо жить не запретишь. Смотрите, какую я булочку сделала. Ой, мама родная. Там еще помидорка, сырок, горчица. В общем, это должно быть вкусно. Бутерброд сделала себе. Мне, короче, все надоело. Я уже два или три дня пишу презентацию. Сегодня я сдавала вторую презентацию. Мне еще делать третью. А я еще даже первую не доделала. Я заколебалась. И сегодня просто полдня проспала. Живопись я не делала. Я решила все-таки... Я на пару так и не пошла. Я просто делала презентацию, которую до сих пор не могу доделать. Я решила дойти до магазина. Проветриться немного. У нас даже еды нет никакой. Я сегодня вечером хочу просто купить себе коктейль. И сидеть, и играть в игрунку. Потому что мне все надоело. Я вчера купила себе а-ля пивасик. Редко вообще пью. Не поддерживаю, не одобряю. У меня так хорошо стало. Я потом легла спать. И я подумала, ай, да ладно. Повторим, пожалуй. Еще из-за того, что я снимала живопись. Я когда перекидывала материалы ноутбука, делая это несколько раз. Про то, что у меня 128 гигабайт на телефоне. У меня просто закончилась память на ноутбуке. Я, короче, буду сейчас визуализировать отдельно живопись. И потом отдельно уже влог удалять все файлы с живописи. Потому что... Блин, я не думала, что так получится. Там еще две игрушки, конечно, весят. Блин, половину диска. А вторую половину диска, видимо, заняла живопись. Капец. Я имею право себе сделать сегодня выходной. От этих презентаций я сократила книгу из 300 страниц на 14. И мне нужно сократить ее еще больше, на 7 страниц. Я делаю это уже третий день. А еще мне нужно отредактировать влог. Я вообще планирую сегодня не спать часов до 4. А у меня такое ощущение, как будто я просто полудремя все это время была. Про какой-то там гром говорила. Но чувствую, как все это время была абсолютная тишина в комнате. И я просто полежала буквально 5 минут без сна. Чайна Амбульф, который я считаю... Павел Куперштейн. Это не он. Я не знаю, что все это время. А что я не знаю? Мне было мало тех свечек, поэтому я купила одну, точнее нет, 4 гигантских длинных свечи. Ура! Не прошло и полгода, как я закончила эту презентацию, и мне нужно делать еще вторую. Я сократила книгу из 300 страниц до 14, потом я сократила до 7, но этого текста все равно слишком много, или до 8, и нужно бы еще чуть-чуть сократить, желательно, иначе, наверное, это будет слишком много. Но я, слава богу, закончила, господи, все, осталось сохранить, и на этом я закончу. Блин, ужас, я ни живопись еще не делала из того, что хотела, ничего. Я чуть-чуть отредактировала ролик, хотя это чуть-чуть, уже двое суток длится, и сделала одну презентацию. Ну, хотя бы спасибо на этом. Я здесь запихнула вторую книгу, ну, для приличия, чтобы источник не один был, она вообще, по-моему, да, она на английском. И я чуть-чуть ее переведу через переводчик, посмотрю вообще, о чем тут речь идет, и если она меня спросит, я просто скажу, ну, там, об этом, об этом. Так что я использовала два источника. Короче, все, ладно, слава богу, хотя бы что-то хорошее. И у меня тут вот такая чудесная атмосфера, я уже жгу вторую свечу. Чувствую, я все четыре свечки сожгу за четыре дня, но выглядит очень романтично, атмосферно, так сказать. Так что я использовала два источника. буквально вот вчера заварочный чай или как он называется листовой в общем не в пакетиках заваркой рассыпчатый я давненько хотела нормальный чай потому что тот который я пила ну совсем ни о чем кстати прикольный не 10 из 10 но тем не менее он достаточно приятный и вот коммуниздила у соседки чайник заварочный не помыла а ну все поняли да сразу на сей раз это лимонад это не пиво я все еще монтирую влог и сейчас я хочу дойти до магазина до графита и купить большой лист ватмана мне нужно сделать на завтра макетирование сегодня 10 мая праздники закончились завтра нужно выходить в универ и по макетированию у меня сделано практически ничего и хочу зайти еще в магазин мне нужно что-то купить поесть опять снова еще кстати расскажу такую забавную вещь которая меня очень радует по какой-то неизвестной причине мои ролики начинают набирать просмотры особенно что касается последнего ролика который вышел до этого ролика он уже набрал 12 с лишним тысяч просмотров он еще по моему набирает и у моей одногруппницы яны кто ее знает ни один ролик тоже набрался только 30 тысяч просмотров ни с того ни с сего скорее всего это связано с тем что сейчас творится на ю тубе да и вообще в целом и возможно маленькие блогеры просто начинают расти за счет того что крупные блогеры выкладывают меньше контента хотя те на кого я подписана в принципе как выкладывали так и продолжают выкладывать ну большинство по крайней мере поэтому я не знаю чем это связано но мне это очень нравится меня это очень сильно радует что надеюсь что и дальше у меня будет такая же хорошая статистика я буквально каждый день захожу и чеку и как у меня все дела а а и 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 все, что у меня по нему сделано, это вот этот маленький кубик. А должно быть, ну не то чтобы гигантское, но приличного размера такое здание для монументальной росписи. И вот это у меня маленькая заготовочка, это часть большого здания. Поэтому как бы не очень оптимистично, но макетирование, в принципе, несложный предмет. Нам преподаватель дал полный эскиз здания, то есть нам просто нужно это склеить и все, ничего придумывать не надо. В идеале мне бы еще хотелось поделать немного живопись, но я понимаю, что видимо сегодня я ее не успею, потому что мне нужно вот поделать хотя бы чуть-чуть макетирование и домонтировать влог. Я так думаю, постараться, так что не знаю. Ну хотя бы с этим разобраться нужно. Господи, вы посмотрите на этот провод. Я из-за этого искренне ненавижу белые провода, но такая тема, я думаю, есть у всех, когда они из белого цвета превращаются в какой-то непонятный серый. Черный. И меня это так бесит, я вот сейчас попробую его почистить. Это, наверное, бессмысленно, но это так ужасно выглядит. Я хотела поставить телефон на зарядку, я вот это вот в сотый раз увидела и подумала, мне не будет спокойно, пока я его не почищу, правда я не уверена, что вообще что-то из этого получится. И есть ли в этом смысл хоть какой-то? Шок. Они, оказывается, даже поддаются чистке. Они, конечно, не идеально белые, но выглядят они гораздо приятнее, чем были до этого. Не знаю, почему я раньше не чистила провода, но, видимо, теперь буду. Это, конечно, ненадолго, но, тем не менее, даже как-то держать их в руке и смотреть на них гораздо приятнее. Я делаю все возможное, лишь бы не делать макетирование. Тем временем уже почти 11. Эвакуация. Офигеть. При срабатывании звукового сигнала необходимо будет покинуть свои комнаты. Третий и четвертый блок по незатомляемой лестнице. Второй и первый по основной. Всем необходимо будет... А ничего, что как бы 11 вечера. А во сколько... Я офигела, она раньше ко мне говорила? Нет. Главное, эта штука заговорила. Внимание! Лена сидит и рассказывает свои шутейки. Я говорю, тебя вообще не удивила вот эта фигня, орущая в 11 вечера. Я уже привыкла. Раньше привыкла. В смысле ты привыкла? Она ни разу не говорила. Я в шойке. Короче, завтра пожарная тревога будет. Продолжай. В последний случай передаю привет вами бабушки и детские. Мама, Наташа, папа, Витали. Ваня, Ваня Проваторов, танцор. Ваня, Аня, вперед. Че ты вырежешь это? Я вставлю тебя. 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 Ладно, я склеила одну детальку Сделала несколько заготовок Их я склеивать пока что не буду Потому что там нужно будет еще проконсультироваться с преподавателем Вот на одной из них, например Тут нужно будет сделать еще окошки Скорее всего нужно будет Приклеивать поверх еще Слой бумаги, чтобы это выглядело Объемно И тут я не до конца уверена, как это все делать Поэтому лучше я уже завтра На занятии это сделаю Но тем не менее я хотя бы вырезала, начертила В соответствии с размерами И вот склеила одну детальку, потому что тут Как бы вопросов никаких не было Она будет вот так прикрепляться К части здания, только не К этой секции Какой-то мусор уже прилип Что это такое? Это клей или что это? Ладно, все равно будет снизу Наверное Ладно, все равно будет снизу Ладно, все равно будет снизу И вот, все равно будет снизу Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok